Слово четвертое. Сегодня надо бы накончить притчу о Лазаре. Вы, может быть, думаете, что у нас все сделано. Но я не хочу воспользоваться вашим неведением для обмана и не отстану, пока не возьму из притчи всего, что только представится, и тогда отойду. И земледелец, снявший весь виноград, не уходит до то ли, пока не оборвет и последние ягоды. Так и я теперь вижу, что под словами притчи, как бы под листьями, скрываются еще мысли, которые теперь и соберут тщательно, употребив вместо серпа слово. Виноградник, раз быв обобран, остается без плода, с одними листьями. Но не так бывает с духовным виноградником Божественных Писаний. Но хотя бы мы взяли все, что видим, в нем остается еще более. Многие, конечно, и прежде нас говорили об этом предмете. Многие, может быть, будут говорить и после нас. Но никто не будет в состоянии исчерпать все это богатство его. Таково свойство этого богатства. Чем более станешь проникать в глубину, тем более будут истекать Божественные мысли. Это источник неистекающий. Надлежало бы отдать вам этот долг еще в предшествовавшее собрание. Но я признал небезопасным пройти молчанием подвиги Блаженного Вавилы и двоицы святых мучеников после него бывших. Поэтому я отсрочил уплату долга, сберегая вам полную уплату до настоящего дня. Теперь же, когда мы и отцам воздали славу, не по достоинству их, а по нашим силам, я преподам и вам остаток повествования о Лазаре. Но вы не утомляйтесь, пока я не дойду до конца, начав слово с того, на чем прежде остановил его. На чем же я остановил его? На пропасти, отделяющей праведных от грешников. Когда богатство сказал «Пошли Лазарь», Авраам отвечал ему «Утверждена великая пропасть между нами и вами. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Я много уже говорил в доказательстве того, что после человеколюбия Божия должно полагать надежду спасения в собственных делах, не рассчитывая на отцов, дедов и прадедов, ни на сродников, друзей, домашних и соседей, ибо брат не избавит брата. Сколько бы ни просили и ни умоляли, отшедшие отсюда с грехами, все слова их будут тщетны и напрасны. И пять дев просили Илею своих сверстить, но не получили. И скрывший в землю талант, хотя много оправдывался, однако был осужден. И не напитавшие Христа алчущего, и не напоившие жаждущего, хотя думали защититься неведением, но не получили прощения и оправдания. А другие даже ничего не могли сказать, как, например, тот, который одет был в нечистую одежду. Когда он был обвиняем, то молчал. Матфея 22.12. И не только этот, но и другой, который, злопамятствуя на ближнего, требовал ста динариев, и потом за это самое был обвиняем господином в жестокости и бесчеловечии, также ничего не мог сказать. Отсюда ясно, что нам ничто не поможет там, если не будем иметь добрых дел. Но станем ли мы умолять и просить или молчать, одинаково постигнет нас наказание и мучение. Послушай, как и этот богач, обратившись к Аврааму с двумя просьбами, не успел ни в одной из них. Сперва он просил о себе словами «пошли лазаря», потом уже не о себе, а о братьях, но не успел ни в той, ни в другой просьбе. Первая была неисполнима, а вторая о братьях была излишняя. Впрочем, если угодно, выслушаем внимательно самые слова их. Если в то время, когда начальник выявит, что подсудимого на площадь, и поставив около него палачей, начнет пытать его, все поспешно стекаются, чтобы услышать, что будут спрашивать судья, и что станет отвечать подсудимый, то тем более здесь должно со вниманием слышать, о чем просит этот подсудимый. То есть богач. И что отвечает ему праведный судья через Авраама? Ибо не патриарх был судьей, и хотя он говорил, но как в мирских судах подсудимых разбойников и убийц законы поставляет вдали от судей, и не позволяет им слышать голоса его, обращая и это, между прочим, к бесчестию их. Но какой-либо посредник передает вопросы судьи, и ответы подсудимых. Так было и тогда. Подсудимый не слышал голоса Божия к нему, но Авраам был посредником, передававшим слова судьи подсудимому. Ибо он не от себя говорил то, что говорил, но изрекал богатому законы Божии и передавал приговоры, произносимые свыше. Поэтому богатый и не мог прикословить. Будем же усердно внимать словам притчи. Я с намерением останавливаюсь на ней, и четвертый день не отстаю от нее, потому что вижу великую пользу от этого повествования и для богатых, и для бедных, и для тех, которые смущаются благоденствием порочных, и бедностью и скорбью праведных. Подлинно, ничто столько не соблазняет и не смущает народ, как то, что богатый, живущий нечестиво, наслаждается великим благоденствием, а праведники, живущие добродетельно, впадают в крайнюю бедность и терпят множество других бедствий, более тяжких, нежели бедность. Но эта притча может доставить врачерство, вразумляя богатых и утешая бедных. Тех, научая не превозноситься, а бедных, утешая в настоящих бедствиях. Тем, внушая не восхищаться, когда порочные не терпят наказания здесь, так как они подвергнутся тягчайшей муке там, а бедных, убеждая, не смущаться при виде чужого благоденствия и не думать, будто нет о нас промысла, когда праведный здесь страдает, а порочный и нечестивый наслаждается постоянным благополучием. Тот и другой получат должное там. Один венцы за страдание и терпение, другой – наказание и мучение за нечестие. Эту притчу напишите и богатые, и бедные. Богатые на стенах домов ваших, а бедные на стенах души. Если она когда-либо изгладится от забвения, опять начертайте через воспоминания. А лучше и богатые напишите ее прежде, чем на стенах дома, на сердце. И всюду носите с собою. И будет она для вас училищем и источником всякого любомудрия. Если мы всегда будем иметь ее, написанную на сердце, то ни радостные обстоятельства настоящей жизни невозмогут надмить нас гордостью, ни печальные повержнуть в уныние и отчаяние, но на те и на другие мы будем смотреть так же, как на картины, написанные на стенах. Как видя на стене изображения богатого и бедного, мы ни тому не завидуем, ни этого не презираем, потому что видимая нами есть тень, а не действительность. Так узнав свойства богатства и бедности, славы и бесчестия, и всего другого, печального и радостного, мы будем свободны от смущения ими производимого. Все это обманчивее тени, и человека возвышенного и благородного не может ничто блестящее и славное надмить гордостью, и ничто смиренное и уничиженное довести до отчаяния. Впрочем, уже время нам выслушать слова богатого. Так прошу тебя, отче, говорит он, умоляю, пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, чтобы он засвидетельствовал им, дабы они не пришли в это место мучения. Не успев в просьбе о себе, он просит о других. Посмотри, как человеколюбив и кроток он стал от наказания. Тот, кто презирал Лазаря, бывшего при нем, заботится о других, отсутствующих. Тот, кто проходил мимо лежавшего перед глазами его, теперь вспоминает о тех, которых не видит, и с великим почтением и усердием просит, чтобы сделано было им какое-либо внушение для избежания угрожающих им зол. Он просит послать Лазаря в дом отца его, где открыто было ему место подвигов и поприще добродетелей. Пусть, говорит, увидят Лазаря увенчанным, те, которые видели его подвязавшимся. Свидетели его бедности, голода и множества бедствий, пусть будут теперь свидетелями происшедшей с ним перемены, его чести и славы, дабы они, вразумившись тем и другим, и узнав, что дела наши не окончатся с настоящей жизнью, приготовились так, чтобы могли избежать будущего наказания и мучений. Что же Авраам? У них, говорит, есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Ты, говорит, не столько печешься своих братьев, сколько создавший их Бог. Он приставил к ним множество учителей, которые убеждают, советуют, внушают, что же опять богатый нет, отче. Но если кто из мертвых придет к ним, поверят ему. Это слова народной толпы. Где теперь те, которые говорят, кто приходил оттуда, кто воскресал из мертвых, кто сказал о том, что в аде. Сколько такого и тому подобного, говорил самому себе богач, когда веселился. Не без причины он просил, чтобы восстал кто-либо из мертвых, но потому что сам, слушая Писание, пренебрегал ими, насмехался и считал сказанной в них баснями. И как сам относился к ним, так думал и о братьях. И они, говорит, он рассуждает так же. Но если кто из мертвых придет, они не будут не веровать ему, не станут насмехаться, но скорее внемлют словам его. Что же Авраам? Если Моисея и пророков не слушают, то если кто из мертвых воскреснет, не поверят. А истину того, что не слушающий Писание не послушает и воскресших из мертвых, доказали иудеи. Так как они не слушали Моисея и пророков, то не уверовали тогда, когда видели мертвых воскресшими, но то искали убить Лазаря, то нападали на апостолов, хотя многие воскресли из мертвых во время крестной смерти Христовой. Но чтобы тебе и другим образом убедиться, что учение пророков достовернее сказания умерших, прими во внимание то, что каждый из умерших есть раб, а то, о чем говорят Писание, изрек Владыка. Поэтому хотя бы мертвый воскрес, хотя бы ангел сошел с неба, Писание достовернее всех, потому что их дал в виде закона Владыка ангелов Господь мертвых и живых. А что желающее, чтобы мертвые пришли оттуда, требует излишнего, это, кроме сказанного, можно доказать и примером нынешних судилищ. Гиена невидима для неверующих. Для верующих она очевидна и ясна, а для неверующих невидима. Но судилище видимо, и каждый день мы слышим, что такой-то наказан, имущество такого-то описано, иное работает в рудниках, другой сожжен на огне, иной погиб другим родом казни и мучения. Однако, слыша это, порочные злодеи и обманщики не вразумляются. На что я говорю, не вразумляются, никогда не подвергавшиеся этим наказанием. Многие, даже из осужденных, избежав наказания, подкопав в темницу и убежав из нее, нередко обращались к тем же преступлениям и совершали гораздо тягчайшие дела. Итак, не будем стараться услышать от мертвых то, чему гораздо яснее каждый день учат нас в Писании. Если бы Бог признавал, что воскресшие из мертвых могут принести пользу живым, то Он, устрояющий все на пользу нашу, не оставил бы и не опустил бы столь полезного средства. Кроме того, если бы мертвые постоянно воскресали и извещали нас о всем тамошнем, то и это опять с течением времени было бы пренебрежено, а при том и дьявол весьма удобно вводил бы нечестивые учения. Он часто мог бы показывать призраки или показывая некоторых притворно умерших и погребенных, как бы воскресшими из мертвых, через них уверять умы, обольщаемых во всем, в чем бы не захотел. Если теперь, когда нет ничего такого, они редко обманывают и обольщают многих ночные призраки, представляющиеся в образе умерших, то гораздо более тогда, если бы это было на самом деле и утвердилось в умах людей, то есть будто многие из умерших опять приходили сюда. Нечистый демон строил бы бесчисленные козни и вводил бы в жизнь великое обольщение. Посему Бог заключил двери вечности и не попускает никому из отшедших возвращаться и возвещать о тамошней жизни, чтобы дьявол, воспользовавшись этим, не вел чего-либо от собственного измышления. Так, когда были пророки, он воздвигал лжепророков. Когда были апостолы, лжиапостолов. Когда явился Христос, лжехристов. Когда введены были здравые догматы, он взял нездравые, повсюду растевая плевелы. Таким образом, если бы и то случилось, он и под это постарался бы подделаться через свои орудия. Не на самом деле воскрешая мертвых, но обольщая зрителей какими-нибудь призраками и обманами, или, как я прежде сказал, представляя некоторых притворно умершими, и все превратил бы вверх дном и привел в беспорядок. Но Бог, предвидя все это, преградил ему путь к таким козням, и щадя нас, не попустил, чтобы кто-либо приходил оттуда возвещать живущим, а тамошним, научая нас признавать божественные писания достовернейшими всех. Он явил нам такие дела, которые разительнее явления мертвых, обратил к вере всю вселенную, рассеял заблуждения, ввел истину, совершил все это через рыбаков и простых людей, и повсюду представил нам достаточные доказательства своего промышления. Не будем же думать, что дела наши ограничиваются пределами настоящей жизни, но будем веровать, что непременно настанет суд и воздаяние за все здесь нами соделанное. Это так ясно и очевидно для всех, что и иудеи, и язычники, и еретики, и все вообще люди согласны в этом. Хотя не все мыслят, как должно о воскресении, но касательно суда, наказаний и тамошних судилищ все согласны в том, что есть там воздаяние за здешние дела. Ибо если бы этого не было, то для чего Бог распростер бы столь великое небо, распространил землю, расширил море, разлил воздух, явил такое промышление? Для чего все это, если бы Он не хотел до конца иметь о нас попечения? 822. Не видишь ли, сколь многие из живших добродетельно претерпели многочисленные бедствия и отошли, не получив ничего доброго, а другие напротив, жили весьма нечестиво, похищали чужое имущество, грабили и притесняли вдов и сирот, наслаждались богатством, роскошью и бесчисленными благами и отошли, не потерпев ни малейшего бедствия. Когда же первые получат награду за добродетель, а последние понесут наказание за нечестие, если дела наши оканчиваются здешней жизнью? Если Бог существует, как и действительно существует, то всякий скажет, что Он праведен. Если же Он праведен, то несомненно и то, что и тем, и другим Он воздает по достоинству. Если же Бог имеет воздать темы и другим по достоинству, а здесь никто из них не получил, тот наказание за грехи, а этот награда за добродетель, то очевидно будет еще время, когда и тот, и другой получат должное воздаяние. Иначе для чего Бог поставил в душе наше этого непрерывного, бодрствующего и неусыпного судью, то есть совесть. Нет, подлинно нет между людьми ни одного судьи, столь неусыпного, как наша совесть. Внешние судьи и деньгами подкупаются, и лести смягчаются, и от страха потворствуют. И много есть других средств, извращающих правоту их суда. А судилище совести ничему такому не подчиняется. Но хотя бы ты давал деньги, хотя бы льстил, хотя бы угрожал или другое что делал, она произносит справедливый приговор против греховных помыслов и согрешивший осуждает сам себя, хотя бы никто другой не обвинял его. Притом совесть делает это не однажды, не дважды, но многократно и во всю жизнь. И хотя бы прошло много времени, она никогда не забывает сделанного, но сильно обличает нас и при совершении греха, и до совершения, и по совершении, и особенно по совершении. При самом совершении греха мы, упоенные удовольствием, бываем не так чувствительны к упрекам совести. Но когда преступление сделано и окончено, тогда особенно за исчезнувшим удовольствием наступает язвительное чувство раскаяния, противоположно тому, что бывает с рождающими женами. Они до рождения младенца терпят великое и невыносимое страдание и жестокие муки с расторгающими их пложесно болями. А после рождения чувствуют облегчение, как будто вместе с плодом выходит и болезнь. Здесь же не так. Но пока мы зачинаем и рождаем беззаконное намерение, да то ли радуемся и веселимся. Когда же родим зло из исчадия грех, тогда, увидя гнусность рожденного, скорбим и мучимся тяжелее рождающих женщин. Посему убеждаю вас не принимать в самом начале порочной похоти, а если примем, то подавлять в себе эти семена. Если же по беспечности и это не сделаем, то перешедший в дело грех умершлять исповедью, слезами, осуждением самих себя. Ибо ничто столько негубительно для греха, как его обличение и осуждение, с покаянием и слезами. Ты осудил свой грех, через это ты сложил с себя бремя. Кто говорит это? Сам судья, Бог. Скажи ты беззаконие твои прежде, чтобы оправдаться. Почему, скажи мне, ты стыдишься и стесняешься сказать грехи свои? Разве ты сказываешь человеку, который станет упрекать тебя? Разве исповедуешься перед равным тебе рабом, который разгласит их? Владыке, промыслителю, человеколюбцу, врачу, ты показываешь рану. Разве тот, который знает наши дела еще до совершения их, не будет знать, если ты не скажешь? Разве грех от обличения его делается тяжелее? Напротив, сноснее и легче. Бог требует от тебя признания не для того, чтобы наказать, но чтобы простить, не для того, чтобы ему узнать грех твой, разве он и без этого не знает, но для того, чтобы ты узнал, какой долг он прощает тебе. Он хочет показать тебе величие своей благости, для того, чтобы ты непрестанно благодарил его, чтобы ты был медлительнее на грех и ревностнее к добродетели. Если же ты не скажешь, как велик твой долг, то не узнаешь и превосходство благодати. Я не заставляю тебя, говорит он, выйти на середину зрелища и окружить себя множеством свидетелей. Мне, одному, наедине, скажи грех, чтобы я урочевал рану и избавил тебя от болезни. Вот для чего вложил он в нас совесть, которая действует с любовью более, нежели отеческую. Отец однажды, или дважды, или трижды, или десять раз наказав сына, если уверит его неисправимым, в отчаянии отрекается от него, изгоняет его из дома и исключает из родства. Но не так поступает совесть. Хотя бы однажды, или дважды, или трижды, или тысячу раз ты не послушал ее голоса, она снова будет говорить и не отстанет до последнего твоего издыхания. И в доме, и на распутиях, и за трапезы, и на торжище, и на пути. А часто и в самых сновидениях она представляет нам образы и виды соделанных грехов. 824. И посмотри на премудрость Божию. Бог не сделал обличение совести ни непрерывным, ибо мы непрестанно бы в обличаем и не снесли бы этой тяжести, ни столь слабым, чтобы она после первого или второго увещания прекратила его. Если бы она стала угрызать нас каждый день и час, мы были бы подавлены унынием. А если бы, напомнив, однажды или дважды перестала обличать, мы немного получили бы пользы. Поэтому он сделал это обличение, хотя и всегдашним, но не непрерывным. Всегдашним, чтобы мы не впадали в беспечность, но, слышав всегда ее напоминания, пребывали до самой кончины бдительными. Не непрерывным и не непрестанным, чтобы мы не падали духом, но ободрялись, получая некоторое облегчение и отраду. Как совершенное равнодушие ко грехам пагубно и порождает в нас крайнюю бесчувственность, так непрерывное и чрезмерное сокрушение о них вредно. Чрезмерное уныние, нередко отнимая естественную рассудительность, может подавить душу и сделать неспособную ни к чему доброму. Посему Бог и устроил, чтобы обличение совести восставало на нас промежутками времени, так как оно весьма жестоко и обыкновенно уязвляет грешника сильнее всякого острия. Совесть сильно восстает и громко выпьет против нас, не только тогда, когда мы сами грешим, но и когда другие грешат подобно нам. Блудник, прелюбодей, вор чувствует как бы на себе удары, не только когда обвиняют его самого, но и когда слышит, что других обвиняют в подобных преступлениях. Ибо у коризны, делаемые другим, напоминает ему об его собственных грехах. Обвиняет другого, а он, и не подвергаясь обвинению, терпит поражение, если виновен в таких же, как тот, в преступлениях. Тоже бывает относительно добрых дел. Когда другие прославляются и увенчиваются, тогда и совершившие подобные дела радуются и восхищаются. Как бы не те, а сами они были прославляемы. Что же может быть несчастье и грешника, если он мучится и тогда, как другие бывают обвиняемы. Что обложение и добродетельного, если он радуется и торжествует, и тогда, как другие прославляются. От похвал других, получая напоминание о собственных добрых делах. Это дела премудрости Божьей. Это знаки величайшего его промышления о нас. Обличение совести есть как бы некоторый священный якорь, не допускающий нас совершенно погрузиться в бездну греха. Часто совесть не только в то время, когда мы грешим, но и по прошествии многих лет напоминает нам о прежних грехах. И на это я представлю ясные доказательства из самых писаний. Продали некогда Иосифа братья. Не за какую-нибудь вину его, а за то, что он видел сны, предвещавшие будущую славу его. «Видел я, — говорит он, — что ваши снопы поклонились моему снопу. За это надлежало бы беречь его, потому что он имел быть венцом всего дома и славой всего рода своего. Но такова зависть. Она идет против собственного блага. И завистливой лучше решится терпеть тысячу бедствий, нежели видеть ближнего прославляемым. Хотя бы последствия этого прославления имели перейти на него самого. Что может быть жалче этого? Этой страсти предались и братья Иосифа. Увидев его издали, нежшего к ним пищу, они говорили друг другу, «Пойдем и убьем его, и увидим, что будет со снами его. Если уже ты не устыдился его как брата и не уважил единство природы, то, по крайней мере, постыдился бы самой трапезой и услуги его, пришедшего с пищей для тебя». Заметь, как они даже против своей воли пророчествуют, «Придите, — говорит, — убьем его, и увидим, что будет со снами его». Если бы они не замыслили зла, не устроили козни и не составили этого бесстыдного замысла, то не узнали бы силы тех снов, ибо ни одно и то же взойтили на престол египетский, не претерпев никакого бедствия, или после стольких препятствий и затруднений достигнуть такой же славы. «Если бы братья не замыслили зла, то не продали бы Иосифа в Египет. Если бы не продали его в Египет, то не воспламенилась бы госпожа страстью к нему. Если бы госпожа не воспламенилась страстью, то он не был бы ввержен в темницу, не толковал бы снов, не достиг бы царского достоинства. А если бы не достиг этого достоинства, то братья не пришли бы за покупкой хлеба и не поклонились бы ему. Таким образом, через то самое, что погубили его, они узнали значение снов его. Что же? Они ли были виновниками всех последующих благ и славы его? Нет. Они замыслили предать его смерти, скорби, рабству и крайним бедствиям. Но премудрый Бог направил злобустроивших козни к прославлению того, кого они продали и замыслили погубить. А чтобы мы не думали, будто события жизни зависят от какого-либо случая или от непостоянства вещей, Бог через тех самых людей, которые противодействуют и препятствуют, приводит в исполнение то, чему они препятствуют. Он врагов своих употребляет в орудии своей славы. Чтобы ты знал, что определение Божие никто не расстроит, и высокой деснице его никто не отвратит. Чтобы ты, когда будет кто злоумышлять против тебя, не упадал духом и не негодовал, но был уверен, что умысел будет иметь для тебя добрый конец, только бы ты великодушно переносил случающееся. Вот и здесь зависть братьев приобрела Иосифу царское достоинство. Ненависть доставила Диадиму и принесла престол. Замышлявшие против него сами довели его до этой великой власти. Тот, против кого строились козни, получил царство, а строившие козни сделались рабами. Тот принимал поклонения, а эти кланились. И так, когда будут постигать тебя частое и непрерывное бедствие, не смущайся и не унывай, но ожидай конца. Потому что непременно последует достойное великой благости Божией, если только ты с благодарностью будешь переносить все случающееся с тобою. И Иосиф, хотя после тех снов был доведен до крайней опасности и продан братьями, хотя подвергся наветам госпожи и потом был вернут в темницу, но не сказал самому себе, что же это такое. Сны эти были обман. Я изнан из отечества, лишен свободы. Для Бога я не покорился госпоже, склонявшей к прелюбодеянию. За целомудрие и добродетель терплю наказание. И он не отомстил и не простер руки, но попустил, чтобы я предан был постоянным узом и непрестанным бедствием. После рва рабства, после рабства злоумышления, после злоумышления клевета, после клеветы темница. Но все это не смутило его. Напротив, он пребывал в твердой надежде и уверенности, что Слово Божие никогда не останется без исполнения. Бог, конечно, в тот же день мог исполнить свое Слово, но чтобы показать и свою силу и веру рабов своих, он дает пройти долгому времени и встретиться многим препятствием, дабы ты и познал его силу в том, что он исполняет свои обещания даже тогда, когда, по-видимому, не остается никакой надежды, и увидел терпение и веру рабов его, которые не теряют доброй надежды. Что не случилось бы с ними? Между тем, братья Иосифа, как я сказал, пошли в Египет, когда голод, как воин какой насильно гнал их и привел к начальствующему Иосифу, и хотели купить хлеба. Что же он говорит им? Соглядата и вы. Они подумали, что это значит? Мы пришли купить хлеба. Почему же подвергаемся опасности жизни? По справедливости. Он принес вам некогда пищу и подвергся опасности жизни. Только он пострадал на самом деле, а вы терпите мнимую опасность. Потому что он не враг, а только принял вид врага, чтобы вернее узнать о доме родительском. Так как они были злы и неблагодарны к нему, а он не видел с ними Вениамина, то, опасаясь за этого отрока, не пострадал ли он подобно ему? Иосиф повелевает одного из них связать и оставить в Египте, а всех прочих отпускает с хлебом назад, угрожая им смертью, если не приведут своего брата. Когда это происходило, и он сказал им, оставьте кого-нибудь здесь и приведите вашего брата, иначе будете преданы смерти. Тогда что они говорили друг друга? За грехи брата нашего, ибо когда он молился пред нами, видишь ли, через сколько времени они вспомнили о своем грехе. Отцу своему они сказали, зверь лютый съел Иосифа. Но в присутствии и слух Иосифа исповедали грех свой. Что может быть удивительнее этого? Суд происходит без обличений, оправдания, без обвинения и доказательства без свидетелей. Сами сделавшие дело обличают себя и обнаруживают сделанное в тайне. Кто убедил, кто принудил их открыть преступление, сделанное за столько времени? Не явно ли, что совесть, этот неумолимый судья, непрестанно тревожила их ум и смущала душу? Тот, кого они погубили, сидел тогда безмолвно и судил их. И когда еще не было произнесено против них никакого определения, они сами произнесли на себя обвинительный приговор. Так говорили они. А один из них оправдался такими словами, не говорил ли я вам, не обижайте отрока, не делайте ему никакого зла, так как он брат наш, и вот кровь его взыскивается от рук наших. Говоривший это Рувим, ничего не сказал об убийстве и насилии. И сидевший Иосиф не спрашивал ни о чем таком, а только требовал к себе другого брата. Но совесть их при этом случае восстала и начала терзать их душу и заставила их без всякого постороннего принуждения сознать все в преступлении. То же часто бывает и с нами по отношению к прошедшим грехам. Подвергаясь несчастьям и горестным обстоятельствам, мы вспоминаем о прежних грехах наших. Зная все это, мы, сделав что-нибудь худое, не будем ожидать несчастья и злоключения, опасности и уст. Но каждый день и час будем воздвигать у себя это судилище и произносить на себя приговоры. Постараемся всячески оправдаться перед Богом. И не сами не будем сомневаться в воскресении и суде. Ни другим не позволим высказывать такие сомнения. Но всячески будем заграждать им уста тем, что сказано. Если бы не принадлежало нам дать отчет в грехах там, то и здесь Бог не поставил бы в нас этого судилища совести. Но и это есть доказательство его человеколюбия. Так как он тогда потребует от нас отчета в грехах, то он поставил этого неподкупного судию совесть, чтобы он, осуждая нас здесь за грехи и исправляя, избавил от суда имеющего быть там. Об этом и говорит Павел. Если бы судили себя, то не были бы судимы от Господа. Итак, чтобы нам тогда не быть наказанными и не подпасть в суду, пусть каждый войдет в свою совесть, исследовав жизнь и тщательно рассмотрев все грехи, пусть осудит душу, соделавшую их, пусть обуздает помыслы, скорбит и сокрушается сердце своем, и накажет себя за грехи самоосуждением, строгим покаянием, слезами, исповедью, постом и милостынью, воздержанием и любовью. Дабы всеми способами, отложив здесь свои грехи, мы могли отойти туда с великим дерзновением, чего досподобимся все мы, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.